Битва за Волгу. Традиционный мотокросс под таким названием прошел в Кировском районе Волгограда. Он посвящался памяти всех погибших в сражении за Сталинград и собрал около 30 спортсменов из нашей Астраханской области. Репортаж Марии Иванченко. Байки на старте, взмах судейского флага и кросс начался. Серьезную поддержку спортсменам оказывают болельщики, которые не сдерживают своих эмоций. Ну и самого района друзья выступают со Светлого Яра. За них болеют, Светлый Яр вперед. Наш 151-й уже обгоняет, если он еще раз обгонит Белого, то он уже будет всех обгонять на три круга. Впереди у спортсменов нелегкая гонка, крутые повороты, трамплины. К привычным для спортсменов элементам трасс добавляется еще замерзший песок, на котором мотоцикл то и дело заносит. Бывает то, что спортсмены падают или вылетают за трассу, но это происходит на всех практически соревнованиях. Потому что вид спорта достаточно активный и борются спортсмены между собой за первое место. Это естественно. Не обошлось без эксцессов и в нынешний раз. Спортсмен из Астрахани на трассе проколол колесо и сошел с дистанции. Но его партнеры по команде быстро наверстали упущенное. Дмитрий Клоков без труда стал лидером по итогам первого заезда. Немного отдышавшись, мотогонщик со стажем, а Дмитрий занимается этим видом спорта уже 12 лет, осматривает мотоцикл, готовясь ко второму этапу. Зимой участвовать в соревнованиях достаточно холодно. Для того, чтобы легче было управлять байком, гонщики прибегают к маленьким секретам. На ручке газа и тормоза наматывается целлофан. Руки замерзают просто. Стараюсь пакетом прикрыть, и руки не замерзали. Это удобно ездить? Удобно, вроде не мешается. Эти маленькие хитрости плюс профессионализм и помогли в итоге Дмитрию стать победителем кросса в своем классе мотоциклов. Наряду с матерыми гонщиками на старт выходят и начинающие спортсмены. С трудом на мотоцикл забирается шестилетний Никита Буданов. Он участвует в соревнованиях с четырех лет. Любовь к спорту у мальчика от папы-гонщика. Поначалу он просто катал Никиту на своем байке, а затем купил сыну новенький маленький мотоцикл. Пока Никита ни разу не занимал первых мест на гонках. Но планы у него самые серьезные. Какие хочешь места занимать и какие может быть кубки завоевывать? Первые места, а кубки золотые. Мотокросс «Битва на Волге» проводится у нас уже в 48-й раз в честь подвига дедов и прадедов, которые не жалели жизни и победили в сражениях родимирного будущего. Организаторами выступает региональное отделение ДСААФ, Волгоградский патриот-центр и областная федерация мотоспорта. А победителями соревнований, за исключением астраханца Дмитрия Клокова, стали наши спортсмены – Евгений Горбач, Иван Щетинкин и Юрий Лукаш. Кстати, эти состязания традиционно открывают сезон для волгоградских гонщиков. Уже в марте здесь же, на Горной Поляне, стартует чемпионат области по мотокроссу. Мария Иванченко, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.